Подснежник чувашской поэзии. 118 лет назад родился выдающийся чувашский поэт Михаил Сеспель. В одноименном сквере в Чебоксарах собрались писатели, поэты и читатели, чтобы почтить память известного земляка. Он чувствовал себя предвестником весны человечества. Поэтому и выбрал псевдоним Сеспель, что в переводе означает «подснежник». Михаил Сеспель – пионер новой чувашской поэзии. Прожил короткую, но яркую жизнь цветка. За 22 года он написал произведения, которые вошли в Золотой фонд чувашской литературы. Стихотворение «Пашня нового дня» переведено на 55 языков мира. Он зачинатель чувашской революционной поэзии. И до сих пор он славится во всем мире. Всегда вдохновляющий его творчеством. Михаил Сеспель – пример для молодых поэтов. Так называемый «сеспелевский слог» редко кому удается воспроизвести. Но от этого его произведения еще интереснее. С самого раннего детства я пишу стихи. Пишу стихи о войне, о чувашском народе, о чувашском языке, о традициях. Меня очень мотивирует стихотворение Сеспеля. Потому что они направлены на то, чтобы каждый чуваш любил свою страну, развивал и речь, и культуру своей страны, своей родины, своего родного языка. Фигуры Михаила Сеспеля вдохновляет и режиссеров-постановщиков. В Чувашии недавно завершились съемки фильма о жизни поэта. Актеры – местные, режиссер – московский. А в главной роли снялся наш коллега – радиожурналист Владислав Московцев. Что получилось, зритель увидит уже в конце этого года. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Бахтиар Велеев, Республика.